Татьяна Ивановна Татьяна Ивановна Мы ездили в Санкт-Петербург на экскурсию, мы ездили в Выборг, и остальные дни мы просто целый день могли напролет репетировать. У нас получилось 12 новелл. Но мы репетировали, репетировали, и вот скоро мюзикл. Сам мюзикл о проблемах детей и взрослых. Как эти проблемы решают дети, в отличие от взрослых? Я играю в мюзикл, я играю с жениха, который не понимает, что взрослая жизнь – это ответственность, что свадьба – это ответственность. Он перешел, а родители говорят, что тогда ты будешь платить за нее счета. Они хотели над ним пошутить, он принял это всерьез и ушел. Он ушел и искал очень долго выход в лабиринте. Вот так вот. Маленький мальчик услышал грохот за окном, и он подумал, что война. Но мама ему говорит, что это неправда, не верь. Ну, это всего лишь дождь, град. Но он не верит. И потом мама ушла, и он видит, и он борется с войной сам один. И как бы скат отражает войну. И он победил все-таки. Субтитры создавал DimaTorzok Это уже шестой год подряд реализуется проект, который называется Nuclear Kids. Английское название, потому что он международный. Здесь вот собрались 80 детей из 8 стран. Если переводить на русский язык, то называется Атомные дети. Это тоже не случайно, потому что это проект, в котором участвуют дети работников атомной энергетики и промышленности. И со всей страны, и, соответственно, из стран наших партнеров. Из Венгрии, из Турции, из Вьетнама, из Белоруссии, Украины. Цель этого проекта – дать возможность талантливым детям, которые себя проявляют не только с полностью к техническим наукам, но и являются гуманитариями, хорошо поют, танцуют, но живут в удаленных городах, дать им возможность проявить себя. И они проходят через жесткий кастинг. Например, российская часть – это 60 детей. Мы их отобрали из 470 заявок. Это полноценные видео с записанным вокалом, кто танцует, соответственно, с записанным танцем. И творческая группа отбирала с таким приличным конкурсом примерно 8-9 человек на одно место. За 6 лет проект уже заявил о себе, и такой шорох по городам атомной отрасли идет. Их собирают на 3 недели, чтобы поставить мюзикл. И вот в этой атмосфере творческого вызова, потому что они собрались в первый раз под Петербургом 5 июля, а вот этот график, гастрольный, он уже был объявлен, и отступать некуда. 7 июля начали репетировать, 28 июля уже премьера. Это ровно 3 недели на все про все, на то, чтобы познакомиться с сценарием, отрепетировать текст, выучить песни, поставить танцы, все записать, развести по мизансценам и так далее. Вот в атмосфере этого творческого вызова они и сдруживаются на всю жизнь, потому что участников проекта 2009 года мы наблюдаем, как они уже во взрослой жизни, потому что они уже выросли, уже больше 18 лет, они до сих пор друг за другом держатся, несмотря на то, что живут друг от друга очень далеко, но если поступили в вузы Москвы или Петербурга, они держатся вместе, друг другу помогают, и в общем это и есть цель проекта, создать большое количество детей, дать возможность создать большое количество друзей. ПЕСНЯ ПЕСНЯ